Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина Брилева. Сегодня хочу вам показать наращивание самой себе. Это быстрый способ нарастить ногти без поверхностного опила. Я уже нарастила все ногти, оставила два, которые хочу вам показать. Итак, шлифуем ногтевую пластину пилкой, делаем ее шершавой, убираем остатки материала, если они есть. На ногтях не должно быть никакого искусственного материала. Следующим этапом выполняю маникюр. Фрезой пламя с синей насечкой вычищаю птеригий. Убираю лишнюю пыль и ножничками срезаю кутикулу. Дорабатываю накожницами, если это нужно. В моем случае это нужно, потому что я срезала кутикулу как попало. В общем, сейчас все доработаю еще накожницами. Теперь обезжириваю ногти, вытираю нелл-препом. И следующим этапом буду делать подложку. Беру форму, отклеиваю лишнюю часть и приклеиваю ее на заднюю часть, чтобы форма была пожестче. Разрываю ушки и подставляю форму. Не садится форма так, как мне нужно. Точки в роста должны хорошо закрываться формой. А для этого нам нужно ее вырезать. Вырезаю арку поглубже, чтобы хорошо усадить ее под ноготь. Подставляю форму. Проверяю, ровно ли она стоит со всех сторон. Для этого нужно перевернуть от себя ручку и посмотреть. Если все сделано правильно, то под ногтем вы должны чувствовать эту форму. Она должна быть хорошо усажена. И форма должна быть четким, ровным продолжением пальца. Теперь приступаю к подложке. Работаю моделирующим гелем от торговой марки Атика. Беру каплю и аккуратно распределяю ее по той форме и длине, которую я хочу видеть. При этом на 2-3 мм захожу на ноготь, чтобы форма наша держалась на чем-то. Здесь важно проверить все боковые параллели, чтобы они были, чтобы не было там пустого места, иначе вся наша конструкция будет ненадежной, будет ступенька, придется докладывать туда материал. В общем, это очень важный момент. Переворачиваю ручку, слежу, чтобы не было большой ямки между ногтем и подложкой, и отправляю в лампу на 60 секунд. На этом этапе мы ничего не поджимаем. Убираю аккуратно форму. Сначала склеиваю ушки, а потом ее убираю из-под ногтя. Вытираю липкий слой и будем опиливать свободный край. Делаю нужную мне форму. У меня будет зауженный миндаль. Смотрю, чтобы безымянный ноготь был одинаковым и на левой, и на правой руке. Это у меня травмированный ноготь. Здесь ногтевая пластина длиннее, чем на всех остальных. Поэтому свободный край будет немножко короче. И тогда в целом ногти будут одинаковыми. Это нужно учитывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Теперь опять убираю пыль с ногтей, обезжириваю и покрываю тонким втирающим слоем жидкой базы. База может быть любая для гелилака. Отправляю в лампу на 60 секунд. Хочу сегодня вас познакомить с новым материалом, который я недавно открыла для себя. Это гели от торговой марки Коди. Это строительные моделирующие гели, но с кисточкой, что очень удобно. Они имеют среднюю консистенцию, но сравнивая с моим гелем для наращивания от Атики, они более жидкие. Как по мне, эти гели идеально подойдут для наращивания без опила. Ими можно очень хорошо выровнять архитектуру. Всего их 5 цветов. Это латте, такой вот темно-молочный цвет. Далее молочный, плотный молочный цвет, не желтит после лампы. Я уже его попробовала в работе, цвет остается таким же. Следующее это Baby Boom светло-розовый. Тоже очень красивый нежный цвет. Далее это молочно-розовый. Это тот, которым я сегодня наращиваю себе ногти. Я бы сказала, что он более бежевый, без розовинки. И следующее это Cover Pink. Вот такой вот насыщенно-розовый цвет. Ссылочку на моделирующий гель от Коди оставлю в описании к видео. После того, как базовый слой просох, я наношу единственный выравнивающий слой геля. Он удобен в нанесении, хорошо выравнивается. Если появляются пузырьки, прокалываем их кистью или апельсиновой палочкой. Еще раз переворачиваю, проверяю блик и отправляю в лампу. На безымянном ногте буду делать дизайн. На просушенный слой базы выкладываю поталь. Следующим этапом покрываю основным гелем, делаю выравнивание. Таким образом, наша поталь будет как будто там далеко-далеко внутри. Те, кто работают давно, могут вспомнить, как мы раньше делали аквариумы, примерно по той же схеме. Просушила гель и теперь выкладываю второй слой потали. Сюда добавляю еще блестяшки разного диаметра. Этот слой уже не буду перекрывать камуфлирующим гелем. Перекрываю его просто матовым топом. А матовый топ нам нужен для того, чтобы потом поверх рисовать акварелью. Вытираю липкий слой из просушенного матового топа и начинаю работать акварелью. Делаю произвольные белые линии, а остатки краски убираю с помощью воды. До встречи! До встречи! прежде чем перекрывать все это топом жду несколько минут чтобы краска хорошо просохла теперь перекрываю все глянцевым толпом топ еще раз хорошо выравниваем переворачиваю пальчик проверяю блики чтобы на торце у нас не скопилась капелька материала чтобы архитектура была правильная и теперь отправляю в лампу вот такой вот получился у меня сегодня маникюр очень давно не ходила с длинными ногтями непривычно наверное теперь будет работать но как показывает практика ко всему мы можем привыкнуть и похожи немножечко вот с такими нарощенными ногтями надеюсь это видео было вам полезно если то так ставьте пальчик вверх пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал всем желаю хорошего настроения и до новых встреч пока пока Oh come on let's take the climb again we can fall in love we can fall in love we can fall in love again by again Субтитры подогнал «Симон»